Я считаю, нам с Бутманом чудовищно повезло. Человек, который начинал бизнес, IT-бизнес в начале 90-х, конца 80-х, и вся его компания, все, с кем он стартовал одновременно, они все сейчас кто-то на Ваганьковом, кто-то в Лондоне, кто-то в списке Forbes, а Евгений, он не там, не там и не там. И в этом смысле язык у него развязан. Если мы какие-то спросим правильные вещи, мы, может быть, что-то узнаем о том, как делались эти первые большие состояния в России. Ну, это все прекрасно. Спросим, ответят ли, непонятно. Ты мне расскажи, потому что для меня, ну, он по-прежнему человек, который создал вот этот Рестор. Я так понимаю, что это и было, и остается самой большой системой по распространению Эппла в России. В Европе. В Европе. Ну, еще. Насколько я знаю, в Европе. И, ну, смотри, не все знают, например, историю такую из его биографии, что, наверное, года два или три он, собственно, по факту и был Эпплом в России. Его компания полностью представляла интересы Эппла, и на его визитной карточке были написаны слова, синонимичные словам глава представительства. Можем об этом спросить. Я думаю, NDA уже истекли. Ну, попробуем. Welcome. Добрый день. Меня зовут Евгений Бутман, и я участвую в передаче о том, как был заработан первый миллион. Я почти 30 лет в бизнесе и делал целый ряд интересных и больших проектов, в том числе довольно необычных. Наибольшая известность мне принесла работа с компанией Эппл. Я возглавлял созданную мной компанию 15 лет, которая, собственно, и представляла Эппл в России и бывших странах СССР. В рамках этой компании мы создали и построили сеть Рестор, а кроме того мы делали, занимались розничной торговлей, строили магазины в странах Западной Европы и делали целый ряд очень там необычных вещей. Кроме того, я занимался детским ритейлом и в том числе построил самый большой в мире магазин игрушек Hemless в Центральном детском магазине, за что мы получили единственную в России награду «Магазин года Всемирного ритейл-конгресса». Да, и надо добавить, что сейчас я занимаюсь последние два с половиной года уже не непосредственно бизнесом, а вопросами корпоративного управления, консультирую собственников, консультирую компании по вопросам того, как построить наблюдательный совет, совет директоров, advisory board. Где-то я работаю в этих советах, где-то я возглавляю эти советы, но в основном моя работа – это превращать свой опыт в успех других бизнесменов. Евгений, добрый день. Прежде чем мы начнем задавать наши многочисленные вопросы, вот они, о Паше, в планшете у меня в смартфоне, уверяю, у вас их будет много, наверное, ключевой для начала. Есть ли какие-то темы, есть ли какие-то факты, которые вы принципиально не готовы сегодня обсуждать? Ну, я не хотел бы особо касаться своей семьи. Это все? Да, все остальное – пожалуйста. Мы будем спрашивать про очень чувствительную тему, про деньги, про раннее накопление капитала. Я заранее предупреждаю, я заранее взял разрешение эти вопросы задавать. Если я почувствую, что мне надо уклониться куда-то в сторону, но я как-то придумаю что-нибудь. То есть вы можете задавать любые вопросы. Знаете, как говорил мой учитель физики, не бывает глупых вопросов, бывают только глупые ответы. Поэтому задавайте любые вопросы, а там уж я разберусь. Вопросы тоже бывают глупые. Я начну, может быть, не с глупого, может быть, с самого банального. Да. Называется у нас это все бизнесом, называется это у нас первым миллионом. Но вы же человек из советского рода, и родившийся в Советском Союзе. Мы все здесь. Да, да. Мы родились в этой стране, и там никто не мечтал быть миллионером. Ну, или я не знаю, кто это был там. Какие-нибудь жулики из семьи жуликов. Не мечтал. Скорее всего, учеными, врачами, ну, космонавтами. Да. Не знаю. Да. Так вот, кто такой Евгений Бутман вот тогда, в 70-х, я не знаю. Кем он себя представлял? Я учился в математической школе. После того, как я ее закончил, я пошел учиться на прикладную математику в Институте Железнодорожного транспорта МИИД. И когда я закончил институт, я работал во ВНИИ и учился там в аспирантуре. Писал диссертацию, был программистом-математиком. Делал диссертацию по большой математической модели. И когда я пошел, закончив аспирантуру, когда я пошел в совместное предприятие, стал, извините, торговать компьютерами, то я первое время стеснялся об этом говорить своим друзьям, потому что это было, ну, как бы, абсолютно, как сейчас говорят, дауншифт. То есть это было не просто не круто, это было, ну, я мог бы точно так же пойти на рынок торговать, я не знаю, помидорами, и это в глазах, как бы, вот, моего круга, это было бы то же самое. Вот, мне кажется, что вот это вот важная история. Человек из Советского Союза, из глубокого Советского Союза, у него не то что мечты о предпринимательстве нет, он, как бы, ему неудобно, потому что он торгует. Но я бы сказал, знаешь, вот что еще, это же история целеполагания такого глобального с детства, да, ты создаешь для себя ролевую модель на будущее, видишь себя грядущего, и, мне кажется, это прямо проблема целого поколения предпринимателей, которые не видели себя владельцами каких-то предметов роскоши, не видели себя в такой богатой жизни, и они ее в итоге-то и не нашли, даже те, кто денег заработал, в общем, потом сгорели в трудоголизме, потому что других целей не было. Давайте свернем к деньгам ненадолго, ведь я хорошо знаю это время по-своему, и я знаю, что в этом времени даже у студента были способы деньги сделать, какие-то деньги заработать, в том числе способы легальные и общественно приемлемые. Есть и такие истории, есть ли первые большие по советским временам деньги заработанные еще... Да, вообще первые, да, первые деньги. Ну, первые, самые первые деньги я заработал в стройотряде после второго курса, когда был проводником стажеского поезда. Ух, а куда ездили? Мы ездили в Казахстан. Ой, как... Туда было три с половиной дня, обратно три с половиной дня, два рейса подряд, назывался оборот, то есть двухнедельная поездка, потом неделя перерыв, потом еще две недели, потом неделя перерыв, еще две недели. Ну и как? И я считаю, что очень многие вещи, которые я начал делать в бизнесе, я научился в свои 19 лет, вот будучи проводником, потому что что такое проводник в дороге, в степи? Вот я один, у меня 54 пассажира, плацкартный вагон. Я принимаю решение, здесь и сейчас, что такое работа бизнесмена, профессия бизнесмена. Это принятие решений в условиях дефицита времени, дефицита информации, дефицита ресурсов. Вот что такое эта работа. У проводника пассажирского поезда то же самое. Вот я 19 лет, московский мальчик, вот мне нужно, чтобы меня поить чаем, разбирать конфликты, зарабатывать деньги, значит, самому. Там как-то управлять, взаимодействовать с коллегами, соблюдать правила, и вот этим управлять бесконечным, как это сейчас, строить соплайчейн, как сейчас говорят, да, входит-выходит пассажир. Реклама, маркетинг, наверное, в масштабах вагона какая-то. Ну вот, например, я могу рассказать пару эпизодов, если хотите. Да? А как деньги-то зарабатывать? Ну, я расскажу, например, значит, вы все знаете, что пассажирам тогда, в советские времена, чай, это было два брикетика сахара, 8 копеек. Я покупал в магазине перед отъездом большое количество чая, грузинский чай 36-й, зеленые пачки, и сколько угодно сахара рафинадоси, себестоимость которого была существенно ниже, чем вот у этих брикетиков. Дальше я, значит, разносил чай, и моей задачей было споить весь чай, который у меня был с собой, который у меня фактически вычитался из зарплаты, сразу за первые сутки. Правило у меня было такое, вы можете за 8 копеек брать любое количество сахара, какое захотите. Ну, в общем, эта история, как человек выяснил, открыл суперпроводимость, то есть он такой суперпроводник, торговец. Причем, я думаю, что это еще официальная версия, потому что у меня на телевидении есть товарищ, который закончил вот этот поварской, кухарский, кухонный какой-то факультет, они туда еще, по-моему, соду добавляли, чтобы из маленького количества совершенного заварки получалось черное, богатое, наваристое и при этом ничтожное по цене. Вот кровь как бы говорит, давай организуем процесс правильно. И дальше, когда заканчивался чай, то я доставал свой чай и свой сахар, плюс вот такой слой сушеной мяты, который я забирал с дачи, мой заварной чайник, заваривал, поил, значит, я продавал за, значит, я поел людей 5 раз в день по 100 стаканов. Вот 54 вагона, вот у меня был план. 100 стаканов, 5 раз в день, 500 стаканов. Себестоимость сахара и чая была очень низкая, это было чистым, вот эта норма прибыли была 90%. Но главное, здесь элемент маркетинга, сколько хотите, берите сахара. Как я это делал? Жара, никто не хочет пить, я, значит, шел по вагону и предлагал чай, никто не хотел. Я доходил до последнего купе и говорил, акция, вам бесплатно. И дальше я вот этот пахнущий травами чай медленно проносил через весь вагон и на обратном пути собирал стаканы. На втором-третьем рейсе, поскольку я возил очень много школьников, то я научился привлекать к этому делу школьников. Это класс, 20-30 человек, староста собирала деньги, это обычно была девочка. Мальчики у меня, значит, топили титан, собирали щепки и разбирались с брикетами. Девочки дежурные мыли чашки-стаканы, другие девочки разносили, потому что делать нечего, скучно, это было абсолютно по принципу Тома Сойера. Единственное, что я делал сам, это по своей технологии заваривал чай. Потому что я же должен был, я был шефом. Другой эпизод был в том, что нам давали для продажи журналы. И тоже сразу вычитали стоимость этих журналов из зарплаты. Советский Союз, Корея, вот такие журналы. И я научился, я собирался, никто не мог их продать, и просто махали на это рукой. Я собирался со всего поезда, со всей бригады журналы, и на особо длинных перегонах я ставил столик посреди, это самое, и ставил аукцион. Проходил по вагону, говорит, будет аукцион. И продавал на аукционе эти журналы. Дешевле себе стоимость. Дороже, это аукцион, это люди же платят. Серьезно? Может быть голландский. Это как сейчас, вот я теоретик и практик эмоционального ритейла. Это эмоции, людям нечего делать, это развлечение, это шоу. Шоу-аукцион, у людей появляется азарт, перебить цену. Да, и люди же, они же платят не за журнал, а за то, что они могут. А откуда ты все это знал? Откуда ты знал, как продавать чай? Откуда ты знал, как устраивать распродажу сахара и проводить аукционы журналов? Этому где-то учили? Этому учили в семье? Нет. Какая-то генная память? Я думаю, что генная память. Я думаю, что это темперамент определенный и характер. Потому что потом, когда я начал заниматься бизнесом, пошел в бизнес, и ушел от своего этого НИИ программирования, то я испытал такое удовольствие от процесса вот этой работы с людьми и продажами, что знаете, как у меня был устроен день? Когда я вышел работать в этой СП Интермикро, мне сказали, что я должен выучить английский язык и получить права. Английский язык у нас учили следующим образом. Он стоил месячную зарплату. Если я сдавал экзамен с первого раза, то для меня было бесплатно. Если со второго раза, то половину денег я оплачивал, а если со второго раза не сдавал, я платил полностью и шел учиться снова. Занятия были три раза в день, по три часа, с шести до девяти вечера. У меня был маленький ребенок тогда, значит, я приходил домой, я стирал и гладил, на мне была стирка-глажка. И я гладил, у меня была машинка-калинка, и у меня была куча этих пособий, которые он был читать. Я вот так вот гладил эти пеленки и читал, значит, эти пособия. Я приходил на следующий день на работу к девяти утра, вот так вот работал, и я не уставал. Я испытывал такую эйфорию. Другой мой коллега, который пришел, который работал в Курчатовском институте, он испытывал эйфорию, но он говорил, я настолько устал от грязных туалетов, что вот то, что здесь нормальные человеческие условия работы, это уже меня мотивирует. А вот меня мотивировала сама эта работа. Меня мотивировало то, что этот процесс, вот процесс проекта, контракта, он сам по себе, вот когда дым развеялся, потому что я пришел в очень интенсивную загрузку, меня сразу бросили как в гущу. Но когда дым развеялся, я стал себя ощущать, что я что-то понимаю, у меня что-то получается, что-то я могу, что-то умею, то я стал понимать очень хорошо, насколько это ровно то, о чем я мечтал. Я не знал, что я об этом мечтаю, но тут я понял, вот я мечтал об этом. Ага, вот это вот детская история. А можно я все-таки для себя и для зрителей спрошу? Мне интересно, а сколько человек может на чай заработать? На чай? На казахском экспрессе. Вот это о каких суммах мы говорим? Вот я студент, я придумал 500 чаев в день. Ну, смотрите, дайте посчитаем по-простому. Значит, 500 стаканов по 8 копеек. Да, значит, это у нас получается 40 тысяч, сейчас, 40 рублей. Да. Себестоимость этого дела 5. Вот считать 35 рублей в день. 35 рублей в день? Да, это почти месячная стипендия. Ну, да. Нет, это просто двухмесячная стипендия. У меня были и более, скажем, тайные виды заработка. Алкоголь, да. Но алкоголь в каком смысле? Слушайте, там было столько приключений, что это на отдельную передачу. Например, поскольку мы ездили в Северный Казахстан, то мы обычно везли обратно освободившихся преступников. А туда мы возили солдат, которые возвращались из отпуска. Ну, туда тех, которые в отпуске, тех из отпуска. И плюс мы возили довольно много преступников. Значит, один из способов заработка был чифирь. Пачка индийского чая 50 грамм на один стакан. И это стоило дорого. И за это платили дороже, чем за водку. Вот. Дальше были люди, подсевшие на алкоголь. И им просто вот необходимо было пить. И водка была запрещена проводником. Это было запрещено проводником. Да, и мы не могли возить. Любой ревизор, если бы обнаружил у правников больше двух бутылок водки, могло быть убеждено уголовное дело. Поэтому мы покупали на каждой станции. Я в какой-то момент для этого приспособил как раз солдатиков. Потому что солдатикам дают без очереди. И они прибегали, им давали, они приносили и получали, зарабатывали комиссии. Это все менеджмент. Ну, как бы, это менеджмент. Это как бы методом пробы и ошибок. Знаешь, что мы сейчас посмотрели? Это групп в крышку MBA. Потому что Евгений Юрьевич в свои 19 лет знал все и умело все. Там есть и реклама, там есть и маркетинг, там есть и система дилер-дистрибьютор, там есть построение сетевого маркетинга, есть исследование. Есть просто все, учить-то больше нечему. Да, но я боюсь, что там нет арбитража, нет преследования налоговых органов и еще что-то. И вполне возможно, в каком-то варианте это все было. Человек, который MBA кончал, там арбитражу и налоговым органам не учит. А вот все, что учат в школе за большие деньги, Евгений Юрьевич имел в себе с самого начала. И причем, вот заметь, не очень этого хотел. Потому что, может быть, в советское время все-таки воспитали так, что быть предпринимателем это стыдновато. А я бы сказал, что это, конечно, гордо. И с этим ощущением надо бороться. Ну, все-таки там что-то было недоговорено. Где-то, может быть, догоняли. Где-то не успели догнаться на той водке, которую ему приносили здесь же солдатики. Трудная была история. Наверное, как предпринимательство. У меня было несколько эпизодов. Например, у меня был эпизод, когда я возил цыганский табор. Ого! Это была страшная для меня история, потому что ребята расхитили все мое имущество, а я был материально ответственный за первые полчаса. И я, вспомнив фильмы, который посмотрел, я спросил, а табор занимал три вагона. Я спросил, кто у вас старший. И меня отвели к дядьке, вот, барону цыганскому. Я ему сказал, что, дорогой, давай поговорим как мужчина с мужчиной. Сидит такой дядька, лет 45-50, такой, битой жизнью, и я, там, 19-летний пацан из Москвы. Поговорим как мужчина с мужчиной. Или я вас даю на ближайшей станции милиции, вот сейчас телеграмму даю. Или через 20 минут я вот сейчас с вами посижу, попью чай, я возвращаюсь в вагон, и все, что у меня забрали, все на своих местах. Он говорит, приятно разговаривать с мужчиной. Через 20 минут все было на месте. Это, понимаете, это вещи, они очень полезны для бизнеса. Вот такая практика, да, когда ты понимаешь. Или вот, например, я иду по вагону, а у меня в купе сидят в дупель пьяные мужики, здоровые такие огромные мужики, водка стоит, и курят сидят. Курить нельзя? Ладно, пить можно, курить нельзя. Я говорю, курить нельзя? Пошел туда-то, туда-то. Я говорю, друзья, значит так, иду до конца вагона, потому что я осмотр проводил, возвращаясь обратно, вы не курите. Если вы курите, пеняйте на себя. Иду и думаю, если я вернусь, что будет, если я не буду продолжать курить? Возвращаюсь, сидят, все, как зайки, не курят. Вот это ощущение, что ты можешь, able по-английски, что ты в состоянии решать вопросы, что ты, значит, или для меня, например, когда я уже работал в интермикро, большое значение имел, когда пришел к нам заказчиком, замдеканом, бывший мой, ну, не мой, а курсом младше, закренелый антисемит, редкостный подонок и негодяй, а я был со стороны крупного СП, который мог ему сказать, мы не будем с вами работать, до свидания. Ну, и меня руководитель поддержал, сказал, да, раз так, значит, или мы, например, отказали в контракте черносотиной газетенки одной. Сказали, мы не будем вам продавать, ваши деньги нам не нужны. Ну, то есть, на самом деле, вы миллионером, судя по всему, могли стать уже в студенчестве. Нет, тогда не было такого понятия миллионер, но я могу сказать... Корейка? Я могу сказать, нет, нет, я могу сказать, это были абсолютно как легитимные заработки строя отряда, вот, но у меня, когда я работал в НИИ, то у меня был год, когда я работал на проектах, связанных с высокоскоростной магистралью, и там были уже через вот эти НТЦ, или как они назывались, работы, и я получил, моя команда получила деньги, в смысле, коллектив моей лаборатории получил очень много денег за эту работу, и мне досталась небольшая часть этих денег, это небольшая часть была моим шестимесячным заработком. Вот у меня была зарплата 120 рублей на тот момент, минус налог за бездетность, минус то-се, и я получал на арке 99 рублей 60 копеек. Самое интересное для меня в истории предпринимателя, вообще две вещи, одна из них вынесена в заголовок всей нашей истории, это момент зарабатывания первого миллиона, ну, и таких существенных значимых денег, и что с этим связано, и что было потом, это еще более интересно. Но есть и второй, может быть, менее заметный, но не менее важный момент, это квантовый переход, когда человек превращается из наемного сотрудника, сотрудника НИИ, и сотрудника отдела продаж совместного предприятия, собственно, уже в предпринимателя, человек, который зарабатывает прибавочную стоимость, а не только свою зарплату, как-то с вами произошло. Насколько я знаю эту историю из контекста, вот это волшебство случилось в процессе беседы с первым лицом совместного предприятия, когда вы убедили его создать дочернюю структуру с собой в качестве миноритарного акционера. Это правда или не очень? Ну, это был переход, действительно был некий квантовый переход, если использовать терминологию, но если вот так очень коротко описать всю дорогу, то выглядело так. Вот я начал работать в конце 90-го года, в этом году 30 лет. Значит, через два года после этого СП, в котором я работал, распалась на две команды, ушла довольно значительная большая команда, вот во главе с упоминавшимся здесь Анатолием Карачинским, а я не ушел. Я остался в Интермикро, и очень быстро я там стал коммерческим директором. То есть у меня были сначала самые большие контракты, самые значимые для компании, а потом я с еще моим коллегами, мы просто предложили руководство, чтобы они нас ввели в руководство компании, они согласились, к моему удивлению, и я стал коммерческим директором. И я занимался уже организацией больших проектов, да, то есть я делал, например, проект с газетой «Сегодня», которая теперь это, группа «Холдинг 7 дней», я делал там много всяких с серьезными издательствами, с большими-большими проектами. И мне было тогда 30 лет, и был такой замечательный возраст, когда я вот почувствовал себя, что я вот все могу. И я в таком режиме поработал где-то полтора года. И я понял, что мне мало, что мне душно становится, что я чувствую себя связанным по рукам и ногам, и я хотел как бы свой. Да, у нас внутри началась, народ как бы подрос, у нас началась некая история под названием два, три, там, четыре медведя в одной берлоге, началась внутренняя конкуренция, мне было очень некомфортно, я хотел уходить. И я предложил действительно генеральному директору сделать дочернюю компанию, куда я переведу, вот я стал заниматься дистрибуцией, всю дистрибуцию переведу туда. Они будут получать там дивиденды, они будут что-то получать, а я буду, значит, управлять и буду тоже зарабатывать. И это, да, это, и мы сделали маленькую компанию, я из кресла коммерческого директора крупного СП, с большим кабинетом, с представительскими деньгами, вот со всей этой историей, с огромным там штатом каких-то водителей, там у нас были бухгалтерия гигантская, там инженеров было, человек 50, да, я сделал маленькую компанию, стоящую из 12-13 человек, молодежь в основном, и пустил самостоятельное плавание, да, действительно. С какой долей? Ну, меня тогда вывернули немножко наизнанку, оставили мне совсем крошечную долю, там, по-моему, 10%, но мне и тогда это казалось нормальным, но у меня довольно конфликтный всегда был характер, и если мне что-то не нравится, я, значит, говорю, что мне не нравится. И тогда это было, я вообще был черно и белый, я был таким Дон Кихотом, романтиком, то есть я считал, что вот я был, как отец мне говорит, что я с детства был борец за справедливость. Вот я брал за справедливость. Я когда понял, что экономика, вот то, поборы, те условия, которых нас обложила материнская компания, не дают нам работу, я пришел, и даже не пришел, а просто написал им уведомление о общем собрании акционеров с вопросом о ликвидации компании. Мне сказали, так, подожди, подожди, давай поговорим, давай побеседуем, и пошли уже на мои условия, и тогда у нас немножко перераспределились доли, тогда у нас снизилась нагрузка, и в середине 95-го года я придумал там некую штуку, которая позволила компании довольно быстро взлететь. А в 96-м году уже мы заключили контракт с Эппл, вышли из-под Интермикро, как бы через серию там партнерств, и дальше это пошло уже, была другая история. То есть реально было три триггера. Первый триггер – это вот это вот, то, о чем Денис сказал, разговоры и договоренность о создании дочерней компании. Второй триггер – это фактически выход из-под кабалы материнской компании. А третий триггер – это полный уход, свободное плавание и контракт с Эппл. Не все знают, может быть, даже не знают, что компания IBS расшифровывается как Интермикро Бизнес Солюшенс. Бизнес-система. Интермикро Бизнес-система. Интермикро Бизнес-система. Это компания Краченского. Компания, которую Евгений создал, называлась DPI, и это дистрибьютор продукции Интермикро. То есть вот эти две структуры, они, в общем-то, даже не двоюродные. Они вообще не родственники никак. Ну, идеологически. Но выросли из одного форня. Они родственники, у них один отец, да, а потом они пошли по разным дорогам. А почему такие разные дороги? Вот уже сейчас, глядя назад, можно объяснить, почему IBS стала тем, кем она является сейчас, и DPI стала тем, чем она является сейчас, насколько я понимаю, ничем? Слушайте, есть тогда была очень важна поколенческая разница. Да, вот я 63-го года, значит, Краченский, его команда 59-го года. Четыре года? Четыре года. Сейчас, когда мне 57, а им 61, это, в общем, почти не имеет значения. Да, но тогда, когда мне было, условно, в 92-м году 29, им было 33, разница была огромная. Они были зрелые, опытные люди. Значит, Краченский начал работать еще как партнер компании ProSystem, если я не ошибаюсь, в 87-м году. Я присоединился в 90-м году к интермикро в качестве вообще ассистента продавца. Я вырос с самой нижней позиции, я никогда не был сверху. Я, как тот этот солдатский генерал, я рос от солдата. Да, я тянул лямку. Я прошел все ступени, ни одну не пропустил ни разу. Сержантские, фрейторские, сержантские, старшинские должности, потом младший лейтенант. Вот это все я прошел. И это мне и помогало, и мешало. Да, у меня не было, я масштаб мышления, который нужен для предпринимательства, я обретал очень медленно и очень мучительно. А та команда, они сразу были как бы с горизонтом, сразу с планами, они сразу вот партнерство с делом, партнерство, значит, с этим, с этим. Мне, я бы сказал, что у меня вот это настоящее предпринимательство началось с того момента, как я начал делать ритейл в 2005 году и вышел в Европу. Вот тогда, да, тогда я уже стал, я считаю, что вот это вот примерно 2005 год, да, мне было уже за 40, это вот я стал полноценным предпринимателем. До этого я был скорее продавцом с добавленными функциями. Ну, неплохим, видимо, продавцом. Я считался лучшим продавцом на тот момент. Тем более, позволено ли мне будет спросить, ну, отчасти, наверное, позволено, потому что и во мне такая кровь бежит, но все-таки бунтман, карачинский, один солдатский, генерал второй, какой-то уже родившийся с умными глазами и с планами, вы говорите. Все-таки существует ли какой-нибудь особый вид вот такого, я не знаю, еврейского бизнеса, еврейская бизнес-школа, бизнес-школа крови, я не знаю. Ну, как так получилось? Судя по вашим партнерам, вы всю жизнь работали с людьми, которые тоже... Позволишь, я тогда еще в килеватор докину. Достерел. Когда приходите на встречу, когда какие-то завязываются отношения, вот это еврейство, оно взаимное, это помощь или это ничто, или наоборот, возможно, это мешает? Знаете, это был вопрос, это сложный вопрос, он как бы боковой немножко к нашей теме, и есть люди очень разные, знаете, как говорят антисемиты, среди евреев попадаются хорошие люди. Вот евреи очень разные, как и любой народ, есть и такие, и такие. Я думаю, что скорее все-таки надо понимать, что еврейство в Москве была все-таки среда интеллигенции. Это дети, которые выросли в определенном, ну, всем их с определенным уровнем образованности. В свое время я помню, что читал какую-то статью в одном из журналов, не помню, в «Эксперте», в каком бизнесе, в «Комиссан Деньги», в общем, где говорилось, что в бизнесе финансовые директора это в основном армяне, а коммерческие директора в основном евреи. Ну, также можно говорить про разные нации, про разные, есть потом, значит, а финансисты в основном там азербайджанцы. Ну, то есть какая-то, наверное, есть традиция, и я считаю, что это в большей степени от темперамента, а от образования. Темперамент – это в еврейской молодежи, в еврейском народе есть постоянное готовность, стремление учиться. Вот это стремление учиться, двигаться дальше, осваивать новое внутреннее амбициозность и темперамент – это вот создает некоторый бульон, из которого это растет. Но при этом я видел евреев абсолютно неспособных к бизнесу, я видел русских невероятно талантливых в бизнесе, и это вот нельзя так уж совсем. Но все-таки это среда. Среда. Это среда, и судя по вашим партнерам, вы двигались в значительной степени в этой именно среде. Я бы еще сказал устойчивость и сопротивляемость, готовность, может быть, генетическая готовность к преодолению барьеров. Вот это, наверное, если говорить про генетические какие-то вещи, наверное, вот это. Нет, а я хотел бы еще… Нет, знаете, извините, Павел, я вам скажу, я общаюсь в том числе с довольно пожилыми людьми вот в этом кругу, мы говорили о том, насколько еврейская молодежь сейчас труднее, чем нам, потому что нам родители всем говорили одно и то же. Нам говорили, тебе, чтобы достичь того же, что достигают твои друзья, нужно работать в четыре раза больше, делать четыре раза больше. Ты должен понимать, что тебе ничего не дастся даром. И мне отец это вдолбил, я это знал, я это понимал, это было у меня в подкорке всегда. А своим детям я уже такое не говорю, потому что нет смысла, это не так, это не правда. А тогда было правдой. Была сказана интересная для меня фраза в проброс, а я знаю эту историю несколько ближе, и она меня прямо зацепила. Серия партнерств, которая позволила компания DPI выйти из-под крыла интермникера, стать независимой компанией. Во всех этих партнерствах вы были младшим партнером. Это ваша традиционная позиция в бизнесе, она прослеживается вплоть до, насколько я понимаю, финальной истории с Химлисом, и с большим ритейлом, и с центральным детским магазином на Лубянке. Насколько это комфортная позиция для предпринимателя, когда у тебя все время есть кто-то старший рядом с тобой? Ну, у меня очень простая причина, у меня никогда не было денег для того, чтобы я, у меня не было никакого ни стартового капитала, никаких накоплений, ничего. Я, собственно, свои доли, я зарабатывал своим трудом. При этом у меня, может быть, не хватало наглости делать это, ну, то есть, скажем так, я приносил в жертву свои амбиции, приносил в жертву скорости и масштабу развития. То есть, я считал, что между первым парнем на деревне и десятом в городе, я выберу десятый в городе, потому что мне нравилось заниматься вещами масштабными, а для масштаба нужно было больше ресурсов, а я, у меня никаких ресурсов не было. Кроме того, действительно, мне потребовалось довольно много времени самому, чтобы обрести вот эту самую предпринимательскую уверенность в себе. Вот я сказал, что она ко мне пришла только после 40 лет. И в этом смысле я вполне довольствовался скромным положением, и, собственно, мой развод вот с, к сожалению, ныне покойным Георгий Владимировичем Генсом, он стоял ровно в том, что, действительно, мы тоже пришли к ситуации «два медведя в одной берлоге». Я стал, я вырос до медведя, и когда я вырос до медведя, то я уже не соглашался с миноритарной долей никогда. Это скромная позиция. В какой момент она стала приносить, ну, не совсем скромные деньги? Есть ли некая фиксация? Да. Вот этот прекрасный день, когда я пришел с работы, в конце года мы делили прибыль, я принес миллион в чемодане. Да, это было. Значит, когда был кризис 98-го года, мне было 35 лет. И все было настолько, значит, я прошел через определенный очень тяжелый внутренний кризис. То есть вот все мои друзья уехали, все жили в разных странах, и все, ну, и как бы поменяли свою жизнь. А я не поменял. И я считал, что я сделал правильный выбор, потому что я занимался очень интересной и правильной работой. И вот когда я грянул кризис 98-го года, у меня было ощущение, что я проиграл свою жизнь. Вот все, как бы все, проиграл. И я дал себе слово, что через 5 лет, в 40 лет, у меня будет миллион, я все восстанавливаю, я всех победю, у меня все будет хорошо. И поэтому для меня было критически важно выполнить данное себе слово. Я его выполнил. Вот в 40 лет, в 2003 году у меня был этот миллион, у меня была как бы быстрая растущая компания. Ну и, в общем, вот все то, что я себе наобещал в августе 98-го года, я его это сделал. Но это было, по сути дела, через вот внутреннюю вот такую мотивацию. У меня была такая мотивация в институте. Я на первом курсе заболел желтухой и провел целый семестр в больнице. И меня деканат очень уговаривал взять академ. И я дал им слово, что ближайшую сессию я сдам на все пятерки. То есть я мало того, что я закрою все долги, я сдам сессию на все пятерки. И у меня была такая мотивация могучая. Да, это был очень сложный семестр, когда из пяти предметов четыре были математикой. И я все сдал на пятерки. И когда мне по одному предмету хотели поставить четыре, я сказал, я приду на пересдачу, мне нужна пятерка. Я дал себе слово. Вот эта вот внутренняя спортивная, скажем так, мотивация, она мне помогла и в тот раз. Вот к 40 годам я заработал. Это не очень молодой возраст. Это наличие миллиона в кармане. Ну, миллион, понятие условное, просто неких больших располагаемых денег. Очень больших для большинства людей, которые тебя окружают, для подавляющего большинства недостижимых. Оно что-то меняет в жизни, в мир восприятия, в том, как ты смотришь на людей, с которыми общаешься. Либо это просто цифры на счету и не более чем. Не, ну, конечно, это меняет. Это дает совершенно фантастическую адреналиновую свободу. Вот просто свободу. То есть ты приезжаешь, куда хочешь. Ты не спрашиваешь, ты покупаешь, что хочешь. Ты не спрашиваешь, сколько стоит. Ну, то есть, хочешь, спроси, да. Вот, например, я помню, как я там с мамой был на рынке и покупал что-то, что она просила. Она все время меня тыкала в спину и сказала, спроси, сколько стоит. Потому что я говорил, вот это мне, вот эту рыбу. Она говорит, спроси, сколько стоит. Я говорю, а, да, сколько стоит. Мне говорят, я говорю, все равно взвешивайте. Не важно, сколько стоит. Вот это вот ощущение, оно для бизнеса крайне важно. То есть, ощущение отсутствия барьера ментального, да, отсутствия вот этого козырька, который тебе давит на голову. Вообще, для меня важной в течение моей жизни была вот эта история, знаете, вот теория про порог некомпетентности. Когда все люди некомпетентны, потому что находятся, доходят до того уровня, я некомпетентный, и там остается до конференции. Принцип Петер Рейшет. Да, и я всю мою жизнь, для меня было важно, подымаясь по ступенькам, что я себя проверял. Не достиг ли я этой? Не достиг. Я сам себя все время тихонько тестировал, да, чтобы избежать вот этого эффекта самозванца, вот так называемого. И я был очень доволен тем, что каждый раз я объяснил, нет, могу дальше, могу дальше, могу дальше. И вот этот вопрос денег, это часть этого. У меня... Прошу прощения за много слов. Вопросик, если это возможно. Должен же быть праздник. Человек шел к этому 40 лет и 5 лет отдельно, специально. Как, что там, как праздновался первый миллион? Какой-то торт с миллионом свечек. Я, к сожалению, никак. И более того, я с того момента, как я начал работать в бизнесе, до этого момента прошло целых 13 лет. А всего суммарно к этому моменту работал уже 18 лет. И я стал абсолютно законченным, конченным, скажем так, трудоголиком. Это клеймо, это очень плохая история. И я очень долго и мучительно выбирался вот из этого трудоголизма, чтобы сначала не работать по воскресеньям, потом не работать по выходным, чтобы проводить больше времени дома, чтобы больше отдыхать и так далее. Я привык работать прям круглосуточно. И когда я заработал эти деньги, единственное, что я ощутил, ага, сказал я себе. Вот начало. Типа 10. Следующий 10, потом 100, потом миллиард, потом вот как бы, да. И я попал сам себя, я загнал в этот беличий круг, вместо того, чтобы сказать, ну, все, можно садиться к какой-то бамбу. И он сказал, что он был трудоголик. И что ничего не сделал. А потом, когда мы уже ушли, он сказал, ну, как же я купил часы за 30 тысяч долларов, которые потом оказались слишком дорогими в обслуживании. Купил мерседес, кабриолет, кабриолет, на котором было ужасно неудобно в Москве, как будто голый ездишь и пришлось его продать. Еще что-то, на самом деле, ему до сих пор неудобно вот об этом говорить. То есть хочется, он в этом разбирается. Говорит охотно. Говорит за кадром. За кадром. Я придумал та теория про бизнес. Теория была такая. Меня как раз тогда попросил, значит, один, значит, редактор одного журнала вести колонку про бизнес. И я там, значит, рассказал про мотивацию бизнесменов. И смс был такой, что вот у советских людей была определенный атрибут успеха. Условно, дача, жигули, поездка в Болгарию, шуба для жены, хорошая школа для ребенка. Люди, став бизнесменами, очень часто вместо того, чтобы заниматься бизнесом, они себе обеспечивают комфорт. Только вместо жигулей, вместо кооперативной квартиры, просто несколько повыше. Все, им на это нужно больше денег. Но когда они добиваются вот этого, заполняют клеточки благополучия, они перестают двигаться дальше. А меня благополучие не мотивировало. Меня мотивировал бизнес как таковой. Поэтому я никак это не отметил. Для меня это был просто этап. Я выполнил, идем дальше. Вообще, даже я бы сказал, что я прошел тогда через определенный кризис, потому что я считаю, у меня есть много теорий про жизнь. Это была теория исчерпания альтернатив. Вот вы учитесь в школе в старших классах, и у вас впереди миллион альтернатив. Куда пойти, в какой институт, какую выбрать профессию, где жениться, на ком жениться, где жить и так далее. Какое хобби, в общем, а дальше вы эту альтернативу одну за одной закрываете. И дальше вы свои мечты все реализовали. Вот я так закрыл к 40 годам. И у меня, конечно, начался вот такой внутренний кризис эмоциональный, потому что я как бы всего достиг. И мне пришлось придумывать себе вот новую мотивацию, новые вот это вот один, потом будет 10, потом 100. Это была новая мотивация, неправильная. Вы общаетесь по бизнесу или общались с людьми из списка Forbes? Да. Наверняка вы говорили не только про какие-то совсем текущие дела. Вот эта тема мотивации, которую мы только что прикоснулись, что движет ими, с вашей точки зрения? У всех по-разному. Ну, да, вот есть люди, которых я хорошо знал еще в IPT бизнес, про Аркадий Волошь, да? Я, например, гляжу снизу вверх, где он сейчас, достижения, и не понимаю, что его сейчас мотивирует, например, для продолжения. Мне кажется, что практически нет возможности для мотивации что-то делать дальше. Мне кажется, что все люди вот нашего возраста, они прошли определенный вот такой вот цикл, да, понижения мотивации. У меня в свое время с Генцем был такой разговор, который из тех разговоров, которые западают на всю жизнь в память. Он мне рассказывал про свой же разговор с другим предпринимателем намного его старше. И они обсуждали какие-то проекты. И Генц говорит, я говорю, давай вот это сделаем, говорит, нет, дай вот это сделаем, нет, дай вот это сделаем, нет. Почему нет? Потому что, говорит, ты на ярмарку едешь, а я уже с ярмарки еду. И поскольку я еду с ярмарки, я могу за оставшееся мне время сделать один-два проекта. А ты едешь на ярмарку, можешь сделать сколько угодно. И я в том числе тоже все время, вот, значит, с некоторого возраста про себя пытался понять, я еще на или уже с, да, и если уже с, то что меня мотивирует, да, и глядя вот на людей нашего, там, моего поколения и так далее, да, я вот когда с ними разговариваю, я смотрю, светится ли что-то в глазах с точки зрения еще на ярмарку, да, или уже с ярмарки. Если уже с, то их мотивация отдохнуть, заняться собой, семьей, здоровьем, тра-та-та. Про себя я говорю сейчас, что я не на ярмарку и не с ярмарки, я на ярмарке. Сколько я на ней проведу, это вопрос от меня, да, я могу в любой момент сесть на телегу и поехать с, но на, уже не поеду. У меня вопросик я специально ради вас напялил. О, это круто. Это на инфинит луп куплено, маечка в Эплопском. Вы для меня были в свое время таким русским представителем очень дорогого, запретного, манящего, очень дорогого Эппл. Я член секты Эппл, ну, там, лет... Яблочник. Ну, яблочник, да. Ну, у нас тут не рекламное мероприятие, но тут других-то, в общем-то, гаджетов на столе и нет. Я неплохо знаю эту компанию, ну, как бы, я был у них в кампусе не раз, еще что-то, и она по-прежнему остается самой закрытой, самой непонятной, самой такой зашторенной. Как вообще можно было с ними работать, да еще и в России, да еще и строить, как бы, независимую от них сеть? То есть, вот, какую-нибудь тайну, наверное, уже вот эти подписи кровью, которые вы ставили, они уже испарились, может быть? Да, испарились. Краска выцвела? Выцвела, да. Да. Последнее соглашение о неразглашении я подписывал в 2009 году, и с тех пор прошло уже 11 лет, и все действительно испарились. Ну, что же там у них внутри? Ну, я работал все-таки не с американским, а с европейским офисом Apple. Лондон? Ну, и сначала это был Париж, потом Лондон, а до Парижа я работал в еще меньшем с Apple Германии, то есть, сначала мы, Россия относилась к Apple Германии, потом поднялась чуть повыше, стала работать с европейским офисом в Париже, а потом европейский офис принесли в Лондон, и я стал работать в Лондон. И работал я с Apple, начал я с ними работать, это был 91-й год, а закончил в 11-м, 20 лет. Я потратил на Apple 20 лет своей жизни. Вот, поэтому я считаю, что на тот момент, сейчас нет, но на тот момент я был самым информированным человеком про то, что это за компания, что происходит внутри, почему. Ну, что, 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 какая. Понятно, что Apple уже не тот. Да, мы слышали, как и все. Или тот, кстати говоря, или может быть ничего принципиального не изменилось за то время, но вы же можете судить по каким-то внешним проявлениям? Смотрите, не существует компаний, да, которые существуют. Вот, знаете, у меня есть теория, дайте, в двух словах расскажу, да, теория пророссийских бизнесменов моего возраста, и что происходит с их бизнесом, и главное, почему. Причина биологическая. Бизнес, который строился в 90-х, в начале нулевых годов, строился очень активными и бодрыми мужчинами на двух гормонах, на адреналине и тестостероне. Вот я называю его АТ-бизнес, адреналин и тестостерон. Соответственно, бизнес-модель построена, на вот это я пройду по краю, и я достигну самый вот последний, вот я дотянусь, я как бы смогу, я подтянусь не 99 раз, а 100, я добьюсь всего, что хочу, я добьюсь победы и так далее. Дальше люди растут, взрослеют, стареют, и у них меняется, как бы, гормональная картина. А ту бизнес-модель, которая не построена, они ее поддерживать уже не могут, нужна другая. Какая другая? Эффективность, долговременное планирование, но главное – это эффективность. Да, вот Стив Джобс – это был абсолютный виженарь, который построил звездную команду, команда недооценивается, но это была команда, которая все это придумала. А дальше пришел Тим Кук, который гениальный, абсолютно операционный директор, и которого ни одна, ни один гвоздь не пропадает в хозяйстве, и любой гвоздь приносит деньги. То есть он совершенно уникальный, скажем так, финансист, я бы так сказал, рачительный хозяин, и у него все работает. И восьмая версия приносит деньги, и девяносто восьмая версия приносит деньги, и она остается самой дорогой компанией и так далее. И то, что она теперь не на переднем крае, ну а вопрос, а кто на переднем крае. Да, компания изменила мир, замечательно, в этом измененном мире она себя чувствует комфортно. Пока мир не изменился снова, все, вот я считаю, что как бы Apple не торт, Apple торт, просто он другой, это другая компания. Почему эта компания не любит Россию? Почему создается впечатление, что все шаги по пути в Россию Apple делает через силу, по принуждению, и в последний, вот уже в отложенный момент, когда уже серые айфоны больше в эту страну ввести нельзя, только в этот момент в стране появляется легальный айфон, когда собственную розницу уже как-то, ну совсем глупо не иметь, мы все ждем, что вот-вот, наверное, в России появится Apple-овский ритейл. Но всегда это все очень поздно. Это старая история, и это зависит от того, это история глобальных компаний, корпораций, и очень много зависит от того, как глобальные корпорации рассматривают новые рынки. Вот, например, там есть корпорация, там HP или Xerox, которые рассматривают, из американских компаний, которые рассматривают Россию как ключевой рынок. А Apple не рассматривал ничего никогда как ключевой рынок. Ну вот, Европа для них было тухлое место для американского Apple, а внутри Европы было там пять больших стран. Самая большая была Франция, и при ней делали вот этот как бы третий мир, куда входил в Россию. А потом самый большой по бизнесу стран стал Англия, они туда переместили, вот мы стали при них. Поэтому вот через вот эту всю бюрократ... А европейский офис, это совсем не Apple, это просто тяжелая старая европейская корпоративная бюрократия с корпоративными правилами, в принципе, это вообще, я бы сказал, что это чума, это совершенно другая история. Поэтому Россия была для Apple всегда абсолютной глубочайшей провинцией, просто из-за структуры. И это ничего не изменилось. Значит, дальше вырос Китай, который заслонил, а дальше выросли какие-то еще рынки, которые заслонили. А дальше начались просто проблемы между Россией и Америкой, где Америка как публичная компания, с правилами публичной компании, просто не имеет уже права так работать с такими токсичными странами, как Россия. Ну, в полном объеме. Вот и вся история. Это дает, на самом деле, много шансов местным предпринимателям, но не дает шансов корпорации, как бы, вернее, не дает шансов российским потребителям, да, но дает шансы каналу, да, надо различать, вот этому с бытовому каналу. В тот момент, когда все-таки это изменится, и Apple придет сюда сам, то тогда изменится весь ландшафт. Я знаю, вы несколько раз разводились со своими бизнес-партнерами, собственно, вся история бизнесмена Евгения Бутмана может быть рассказана, как история разводов с теми партнерами, как правило, старшими, с которыми делался бизнес в настоящий момент, и после этого воссоздание нового, какой-то новой структуры на новом уровне. Насколько это болезненно? Что проще, развестись с женой или развестись с бизнес-партнером? И будет ли новый бизнес, будет ли какое-то новое интересное принципиальное будущее после последнего развода, остались ли еще силы на новые отношения? А на новые нет, сразу с конца. Значит, я, знаете, есть такая замечательная фраза, если бы молодость знала, если бы старость смогла. Да, вот если бы людей, вот я когда общаюсь с молодыми предпринимателями, в частности, вот я выступаю в стартап-академии Шкосколковой, я им это обязательно рассказываю. Я говорю о том, что им нужно в принципе хорошо понимать, как устроено партнерство. И у меня есть целый ряд принципов, касающихся партнерств, которые надо соблюдать. Но один из этих принципов – ищите себе ровню, и не общайтесь с неровней. Чем отличается партнерство от брака? В браке есть любовь, и эта любовь, она, или уважение, ну, любовь и уважение из любви, и дети, то есть это человеческий фактор. Этот человеческий фактор, он позволяет смягчать конфликтные ситуации до момента, пока перестает работать со всем. Перестает все. В бизнес-партнерстве нет никакой любви. В бизнес-партнерстве есть правила и деньги. Там могут быть отношения, но они скорее только вредят, потому что правила и деньги. И сохранить отношения. Я вот считаю, что в браке нужно придерживаться определенных правил, которые называют гигиена отношений. А в бизнес-партнерстве надо еще больше придерживаться вот этой гигиены отношений, то есть выстраивать отношения по определенным правилам, уклоняясь от разных вещей, которые портят, которые как бы эрозию этих отношений устраивают. Значит, я могу сказать, что вот еще одну теорию вам скажу. Эта теория называется синдром лейтенантской жены. Молодая девушка вышла замуж за молодого лейтенанта, на даежной заставе, дальше лейтенант стал капитаном, майором, полковником, генералом, там, не знаю, попадают в военной академии, а девушка либо стала капитаншей, майоршей, генеральшей, или она так и осталась навсегда лейтенантской женой. Один растет, другой не растет. Значит, в партнерстве важно, чтобы одновременно росли оба, если масштаб бизнеса меняется. Если же они вот так вот расходятся, или один растет, другой не растет, или один был вот такой, другой такой, и он дорос, а этот начинает испытывать лютую ревность, неприязнь за этой ревности и стрессы за этой ревности, да, партнерство разваливается, и происходит развод. Значит, есть масса наук и методов, как организовать вот такой развод безболезненный. Я недавно, вот работаю уже, занимаюсь тем, чем я занимаюсь, то есть корпоративному управлению, я помог одной компании развестись, развестись партнерам, при которой они вместе были 20 лет, и друг с другом ругались, просто вот, а я им говорил, вы хорошие люди, вы попали в сложную ситуацию, давайте уважать друг друга, давайте не давать выход эмоциям, давайте договариваться через посредника, посредник это я. И очень быстро развелись и спокойно, и даже, потому что должно быть остаться, у меня был такой сотрудник, который был намного старше и опытнее меня, и очень уважаемый человек, Марат Аликович Гуриев, отец известного экономиста Сергея Гуриева, он меня научил фразе, фраза такая, прощаясь с человеком, ты должен прощаться с человеком так, чтобы при следующей встрече твоя рука протянутая для рукопожатия не повисла в воздухе. Я эту фразу выучил, это из тех фраз, которые остаются на всю жизнь, снова повторюсь. Да, вот это вот, попрощался, твоя рука не должна повиснуть в воздухе при следующей встрече, это то, что необходимо иметь в голове при бизнес-разводе. Да, когда разводился, например, вот с агентством, то я ему эту фразу напомнил, рассказал. И он ее тоже запомнил, и потом, когда мы перестали ссориться и снова встретились через 7 лет, то мы на этой фразе и встретимся. Очевидно, со вторым партнерством этого не случилось. Я просто смотрел запись вашего выступления, одного из, длинного выступления, не такого, как у нас. Там вы говорили, что вы написали целое эссе, как выбирать партнеров. Как и есть. Очевидно, что либо вы не придерживались своих принципов, либо там не всегда это возможно. Либо сознание пришло потом, либо сознание пришло потом. Но расскажите коротко, можно вот, ну, я не в чем не бежать, да. Значит, принцип стоит в следующем. Первый, я сказал, выбирайте все ровно. Ровно по взглядам, возрасту, жизненным ценностям, принципам. Первое, выбирайте человека стрессоустойчивого и спокойного. Выбирайте человека, не склонного к избыточному риску. Например, один из моих партнеров был игроком. Он играл все время. Он играл на деньги, на большие деньги, он играл в казино. И я считаю, что это фактор, который влияет на все. Нельзя заводить партнерство с игроком, потому что он поставит в какой-то момент на кон, все что угодно. Значит, старайтесь не связываться с людьми, которые патологически лживы. Патологически лживы это не человек, который, ну, какой-то, знаете, страшный человек. Это человек, для которого ложь является обычной, привычной, понятным образом жизни. Вот он все время лжет. Мы все все время, мы часто лжем все. Это как бы природа человека. Здесь просто люди, для которых это ровно, вот как люди некоторые не матерятся, а разговаривают мат. У нас есть человек, для которого норма жизни говорит неправду. Там, жене, не знаю, друзьям и так далее. Значит, вот этот принцип, я сейчас все не вспомню, потому что я в свое время по горячим следам это делал. И, в принципе, очень важно оценить вашу сопоставимость по склонности к риску. То есть, если склонность к риску у вас очень разная, то это тоже барьер, это как бы это табу. То есть, надо оценивать. Почему, например, нужно искать все ровню? Потому что, когда наступает настоящий полноценный кризис, когда вот задница, да, вот надо, так сказать, то все, что не, вот все, что вас отличает, все вылезет и умножится на 10. И это будет как бы на разрыв. Поэтому нужно готовиться к таким вещам. Но обычно говорят, вы там документы готовьте и так далее. А готовиться надо по-человечески, да, нужно, так сказать. Поэтому и есть вот это про путсолис есть вместе и так далее. Это про то, что насколько ты хорошо можешь прогнозировать реакции и поведение человека. Люди, прогнозируемые, понятные, с внутренней логичностью, которые вообще любят логику, это более подходящие люди для партнерства, чем люди спонтанные, эмоциональные, резкие и так далее. а казалось бы, пары должны существовать к спокойному, нужно азартного. Да. Иначе, как вы... Да, но, да, они сошлись и лед и пламень. Совершенно верно. Вот я как раз плохой партнер, потому что я горячий, эмоциональный, резкий, решительный, я привык быстро делать, быстро решать, брать на себя ответственность, лидировать и так далее. Но, в принципе, мне попадались люди, которые были абсолютно мне комплиментарны. Это к ним уже вопрос, готовы ли они были со мной работать, как с партнером. Как показывает мой опыт, они никогда до конца не понимали, что я за черт. То есть, в некоторый момент, когда вот это все вылезало, то люди просто хлопали глазами и говорили, удивительное дело. Ну что? А так, такой был тихий, спокойный парень. Ну что? Евгений, спасибо за рассказ. Несколько больше, несколько более эмоционально прозвучали какие-то вещи, чем я даже ожидал. И вот наш режиссер велел мне попросить всех, кто нас смотрит, ставить лайки и подписываться на наш канал. Как называется канал, мы пока не знаем, но это уже в описании. Все будет на наш канал. На наш канал. Где-то вот там внизу подписки, колокольчики. Спасибо. Спасибо, я лайкну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok